И всем привет! С вами Wages of Seen, мой лучник для голы, и мы продолжаем играть в игру Lord of the Rings Online. Что у нас по планам? А по планам мы бежим в Хабитон. Да ведь? Ууу, нет. Мы пока еще не бежим в Хабитон. Мы плетемся в Хабитон. Вот сейчас мы в Хабитон побежим. Надо же нам с чем-то бежать в Хабитон, а не просто так. Вот теперь помотали. До свидания. Любимый город. Я даже не знаю. Да мне, наверное, Зонория больше нравится из всех этих городов. Он как бы и самый большой. Наверное, самый такой интересный, запоминающийся. Ну, на втором месте, конечно же, Хабитон. Ну, а все остальные города я пускал. Стоят ровно на третьем месте. Ну, это именно из Хоббитских, естественно. Я не буду брать во внимание ни Бри, ни другие какие-то. Так как мы в них на данный момент не были. И готово. Я получил множество жалоб на то, как долго скорая почта доставляет письма и посылки. Надо признать, что большинство этих жалоб написано на любели Лекошель Торбинс и ее сыном Лотто. Но некоторые достопочтенные Хоббиты тоже выразили свое недовольство. Они определенно нам надо что-то с этим делать. Если хочешь помочь, то вон там на столе лежит мешок, который надо заставить почтальону Боффину в захолме. Это довольно далеко к северу отсюда. В дровяном бару. А почтальон Боффин должен быть прямо в центре города. Берегись бы из настырных хоббитов. Они подбегут к тебе и станут жаловаться. А время между тем уйдет. Да не намочи мешок, если потекут чернила, добрые хоббиты из-за холмия на нас серьезно рассердятся. Хорошо. Пока оставим это на будущее. Так. Ты кто такой? Ты какой-то дуда. И что-то у тебя вроде как... Подарок, новый молоток. День добрый. Тот еще денек, правда? Чем могу? Ну, говоришь, тебя прислала Эсмеральда. Батюшки мои, какой замечательный молоток. Если я сменю свою ржавую рукоять на это чудо, работа станет праздником. Ну, и у нас, собственно, праздничный жетон с годовщины. Господи. Ты меня напугал на самом деле. Давайте почитаем. Я на самом деле сам ни разу не исполнял эти поручения. Давайте почитаем. Поручения – это ежедневные задания, в которых задействованы обычные предметы. Добываем при охоте на монстров. За их выполнение полагается опыт, иногда репутация, но не деньги или вещи. В день персонаж может выполнить не более пяти поручений. Хорошо. Счетчик поручений отслеживает количество поручений, которые вы выполнили. Изначально вы ограничены пятью поручениями в день. Вы увеличите максимальное значение счетчика. Можно с помощью особых деяний и специальных предметов, продающихся в лавке ВКО. Сброс счетчика позволяет игроку обнулить учтенное количество поручений. Одноразовый предмет, сбрасывающий счетчик, продается в магазине. Использовать его можно не более пяти раз в день. Ни хера себе. Да и не настолько наркоман. Так, и что еще раз они нам дают? Опыт, иногда репутация. Ну, давайте посмотрим. Тусклый мех. Увышение всековины общества. Согласен вообще. А тусклый мех? Понимаете, трофей тусклый мех. Зверей, обитающих в шире. Стражи границ будут благодарны. Ну, на самом деле, до хера всего. Грязные уши. Порванная кожа. Рваный мех. Матовая кожа. Сломанные ножи. Давайте, может, что-нибудь у нас уже есть. Легкие панцири у нас нету. Гнутые когти. Ну, нету. Грязные уши. Пятнадцать серебреньков мы могли за них взять. Так. И че? Вы издеваетесь. Ну, реально. Подождите. Галу трубачу. Центриха бетона. Так. Либо я че-то это, либо че-то то. Так, давайте письмо за холм не уберем. Грязные уши. Л. Вот ты где трубач. Одну минутку. 100 300 репутация 120 опыта новое деяние доброход выполненное поручение обитателей средиземья и в итоге мы получим места делал доброход ладно посмотрим дальше а мы можем опять болотная жижа вот у нас точно есть наверно да матовая кожа матовую кожу мы вообще можем хоть л-турбачу ну давайте матовую кожу всю издадим его доходит и давайте по изи будем же матовая кожа и матовая кожа там на видео у меня она еще есть или я слепой я не отдаю предметы да ладно или отдаю подождите то есть я не отдаю предметы реально вижу что у меня еще была матовая кожа а все она у меня было все ссоре все нормально а то я думал что это просто как допник какой-то идет тогда был бы вообще круто янтони допник поручение 45 то есть это будет по идее последнее поручение так откроем конюшенку да кстати добро пожаловать это хобитон совсем забыл все мне больше не дашь ну да а все вот этот последний что тебе нужно да ничего минутку ну и вообще ну и пойду сейчас нажрусь продам всем нахрен вот этому бармена гири варду глин глинкису день добрый чем могу помочь чем я могу тебе помочь в этот славный денек это уже интересней но тем не менее пока не особо рубаха тука почему еще не надел непонятно грязное ухо нафиг приятные внутренности нафиг скульские мембраны нафиг уготочки нафиг мелкие внутренности ладно нужно нет панцири у нас были один панцири один так кинжаль пусть будут жижицы немножко выкинем ушки нам не надо и давайте порно хуже матовую кожу ваный мех тусклый мех острый кинжаль странно давайте пригоршни эти продадим так и вообще на самом деле действительно странно либо я просмотрел этот кинжал либо я его точно просмотрел я лучше с кинжалами похожу рубаху тука надо одеть до 45-25 определенно вы еще скажешь мне еще и штаны тука нет нет ульфора так теперь мне надо опять продать чем могу помочь матовую кожу и эту кожу мы оставили но в принципе все такс не спеши чайку попьем добро пожаловать хаббитон диагола отрадно видеть новые лица думаю тебе стоит познакомиться с остальными стражами сходи к стражу елу в игольное ушко спроси не нужна ли помощь игольное ушко становится оживленным местечком им там скоро свой шериф понадобится игольное ушко лежит на северо-западе отсюда к северу от зонория чуть позади зонорок не удивляйся если встретишь гномов особенно торговцев там проходит дорога из редлуин страж ел наверняка несет дозор у въезда в город да спасибо спасибо но ради одного квеста я туда точно не побегу ты может примешь нет пожалуйста ну и вообще ладно ну и не принимай можно отсортировать все нет что это это магазин а вот это вот а пофиг мне и так нравится так о холи трубач я даже помню примерный квест я как раз надеялась что ты зайдешь у меня есть для тебя важное поручение знаешь ко мне уже очередь стоит испеки да испеки мол пирог нет я вовсе не жалуюсь я рада что всем нравится моя выпечка но у меня столько заказов что разносить их попросту нет времени только что я достала из печи пирог для герда тополапа из таверны зеленый дракон не поможешь мне пирог остывает на этом пирог остывает на этом столе отнеси его герду тополапа в при речи это на востоке отсюда и поторопись пироги нужно есть с пылу с жару если пирог остынет герд не станет мне платить досмотри чтобы они не проголода чтобы ни один проголодавшийся хоббит не учил пирог не то они будут стоять под окном и клянчить ломтики а у меня совершенно нет времени вот это на самом деле еще одно из заданий хоббитону тоже довольно прикольно и по хоббитону точнее по всему ширу разносить пироги на котором мы там тоже что-то получим такое прикольненькое какое-то прозвище на кое я не помню на получим так мы сейчас дегол не единого поражения вот это нам надо убрать поручение киш особое у нас тоже есть так ну что гульное ушко нет и сегодня не входишь мои планы на утрас рыбёшка рыбёшка до так пирог лишь особая оказывается нет мешок с кормом то есть убежать еще надо вперед хорошо нет указателя так добежим сейчас вы увидите скорее всего частичку празднества надеюсь не видите потому что я хочу то ставить на потом боли на увидите жалко но ладно так мне надо женщину тут какую-то вместе бобер раз рыбешка 2 рыбешка потереть записями рот подумать только я целыми днями рыбачу чтобы прокормить нас обоих а он не может уследить даже за своими записями хорошо еще что я сама все записываю с мар уже не первый раз терять свои бумаги я сейчас уже пошлю ему цифры спасибо дьявол собственно тут у нас насколько я знаю все жетоны фирм ну ладно не в этот раз просто обожаю фермерскую ярмарку а ну да у нас же осень у нас до время сбора посевов отлично то есть у нас да у нас фермерская ярмарка и она проходит в основу в шире а ее вы не увидите я вот не хочу ее сейчас показывать если я так сказать буду продолжать играть то увидите в следующем году когда мы уже будем крутые а может быть и не будем крутые у нас же нет такой цели выкачаться там стать охрененными у нас цель это так сказать помогать людям читать квесты стараться этим квестом все выполнять тихонько и неспешно так и сейчас нам придется скорее всего сделать небольшую промоточку потому что мне надо будет взять мешок корма чтобы нам такие завершить то квест а нет придется мне без пауза насколько я помню прыгать нельзя также нам нельзя плавать нужно только бегать у нас есть ускорение на 10 процентов и еще 20 процентов идет от того что мы лучник у нас сейчас три цаха обожаю то что если нажимаю на карту и все равно продолжаю бежать просто замечательная задумка такой блин солдатик папа 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 давай 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 да не у нас слишком большая скорость чтобы проиграть здесь он половина времени только прошло вот и вез что так любит соли дай-ка я заберу его у тебя да думаю хорошенько хорошенького понемножку хоть мне будет не доставать твоей помощи да и старушка салли кажись к тебе привязалась а можете просто по нраву твое угощение вот копия указа что я нашел среди матушкиных вещей отвези ее хранителю лесохвосту во всяковень что в за норе и смотри чтобы она не попала в руки али аделардо тука не ровень час он ее прикарманит ну чё выбираем чё дороже просто и продаем и потому что принцип полностью устраивает на кинжала да и по урону собственно разница тоже никакой нет я выбрал вообще не до выбрал хорошо а мы сейчас вы даете куда пойдем нет мы не пойдем по квесту как вы думали мы пойдем хоббитон и в хоббитоне я поищу еще квесты которые мы не взяли и помимо этого я покажу вам ту самую торбу на круче это место где жил библию бильбо и фродо бэггинса такс забегаем хоббитон и бежим прямо кстати прорисовками на самом деле поставлен на максимуме вообще ультра настройки в этой игре но все равно идут как бы подгрузки небольшие травы и деревьев так далее не страшно игра девятого года или восьмого даже простительно сейчас сижу и думаю блин а не соврал ли по поводу года короче до десятого точно и это факт у нас тут достигнуть лимит поручения не 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 хочу пока это у нас первый ярус а что было у turbo на круче недалеко от turbo на круче у нас располагалась праздничное дерево вокруг которого бильбо если я точно вспомню свой 110 день рождения исправлял по моему 110 не факу точно вспомнить цифру и собственно вот она праздничное дерево рядом с ним всегда куча столов это вот огромное дерево тут у нас работники кошка танцмейстер тут мы можем выучить танцы раз там не помню в пять минут танцмейстер выходит на площадку и мы должны повторять то что он говорит на самом деле мы там должны повторять одну из трех разновидность танцев то есть первая вторая треть это ну начально посмотреть как какой выглядит а потом просто его повторять танцмейстером вот пьяница даже есть для пота у нас уже спят люди самые лучшие пьяницы пилиси спят писишки радуются я у рэп камон black нихрена себе грибочек офигеть и во второй нож с вилкой воткнуты просто грибочки поменьше тыквы морковь пироги груши яблоки ягоды какие-то видимо вишня возможно это видимо черника персики наверное тоже яблоки и хлебушек ну и выпивка нормально так тут у нас картошечка курочка и а это не картошечка было похоже на медовые соты какие-то вот это точно картошку похоже а там у них еще и яйца видимо кружки полный пива пущего пущего везде распорядителя а ну у нас сейчас да у нас сейчас чисто все празднице походит на рыбалке по моему также мы можем участвовать трактирной лиги нужно пить пиво за определенное время так тактирная лига я вообще да я за трактирную лигу вы правы давайте выполним квест значит хочешь вступить в трактирную лигу что ж проверим по силам ли тебе это или нет правила простые выпьешь 6 кружек пива они стоят вон на том столе крепкая ты выберешь или слабая мне не важно главное уложись подведенное время ну так как начнем начнем папоротниковая глотай нормально так эль эль пьется быстрее эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ он пьется быстрее всех странно и мне еще и нормально молодец тебе удалось влить себя все шесть кружек и уложиться во время учти что я был только первый этап посвящения впереди еще шесть члены нашей лиги по праву гордятся своими железными желудками мы не принимаем к себе слабонервных лентяев ой ну ладно собственно черт с ним трактирную лигу мы тоже пройдем уже после но за травку вы увидели хавка авка хавка какие тыква поросенок видимо до грибочками зеленью картошечкой луковица да салат замечательный короче так ну что это у нас было было праздничное дерево тут у нас кухня которую можно готовить здесь у нас на данный момент закрыта вот она откроется во время соответствующего праздника вот я к сожалению не помню то ли она весной откроется то ли она наоборот зимой откроется посмотрим а мы тем временем можем побежать вот по этой дорожке дальше подняться чуть повыше и повернуть налево и тут у нас будет что тут нам будет собственно круче это у нас домик где жили бильбо и фродо бэггинсы нам кстати клюбель или кошель надо насколько я помню да прям пердак горит как надо вот такой вот тут вид охрененный на все празднество так секундочку посмотрю настройки может все-таки можно их еще больше вывести чтобы прорисовка была дальше сейчас вернусь ну в общем на самом деле поискав я не нашел дальность прорисовки у меня детализация очень высокая фильтрация по максимуму все стоит очень высокая сверху где можно очень высокая там очень где сверх там сверх детализация поверхности высокая у меня все по максимуму стоит в этой игре но тем не менее персонажей я не вижу который внизу ладно давайте зайдем собственно саму торбу накруче и вот у нас дом откуда бильбо отправился свои приключения дважды первый раз он пошел с гномами второй раз он уже а нет к эльфам он не уехал к эльфам его блин или он к эльфам ушел слушайте а я уже не помню куда он делся второй раз очень фродо отсюда у нас пошел потому что это все таки повествование о власти лень колец не а хоббите а хоббите тут очень мало но будут всякие отсылки в будущем увидите вот у нас тепленький камин куча стульев на стуле можно как-то сесть я потом поспоминаю почитаю может быть вспомню как можно садиться и как всякие дополнительные действия делать пока я просто это честно не помню несколько раз приходится вспоминать после того как я так сказать забрасываю игру на какой-то промежуток времени потом опять не возвращаюсь возвращаюсь и в нее постоянно вот к сожалению вот часть дома у нас закрыта можете посмотреть вот видите до половинки а дальше у нас комнаты закрыты а по идее они вроде как есть возможно разрабы их не прорисовали временно поставили но она в таком состоянии торба уже 4 года так что наверное все таки не не хотели разработчики и и дальше продолжать тут у нас кухонка маленькая такая уютненькая с котелком для жарки вот так вот вот у нас вся торба давайте поговорим с лекошель торбинс который собственно хочет прикарманить дом бильбо пролог мучник храбрится я наслышанно лишениях которые терпел мой племянник мунда в землях бри полагая мучник прислал с собой с тобой кошель чтобы возместить страдания мунда как это нет что за чушь утопал а по совсем мозги жиром заплыли не удивительно что ему не хватило смелости сказать мне это в ну он у меня пожалеет я сама пойду в за нори и выскажу ему все что я о нем думаю да какой от него прок как от мэра и какой прок от его стражей раз уж на то пошло мой племянник так натерпелся а ведь он едва вышел за границу ну и зачем нам эти все стражи шерифы и мэры если они не могут защитить моего племянника ему угрожают его похищает его держит в плену они пальцем шевельнуть они пальцем машине не шевельнут для кошель торминса знатное семейство даст поговаривают на границах широ объявились гоблины гоблины если хочешь знать мое мнение хватит уже быть на посылках у нашего мэра ступай и прогони чудовищ я слыхала что гоблинов этих видел великом по ритвингс управляющий каменоломья поговори с ним и разберись что тут правда а что вы месил я гол гоблины и что-то еще и ты еще фейерверки да вот это тоже классное задание мне нравится и ты да да я к тебе обращаюсь иди сюда у меня есть для тебя работа мне просто позарез нужны фейерверки для дня рождения до до большие и ярче чем когда-либо запускал этот свети спятивший бильбо я слышала что георгий на тук из тукбара научил их тех делать не иначе как сумасшедший гэндальф ее научил иди к ней и скажи что мне нужна дюжина больших коробок дюжина больших коробок самолучших фейерверков она живет к западу от великих смелов да да я заплачу раз ты так настаиваешь ну спасибо да как как вы мне все надоели я-то думала что стражи границ или как вы там себя называете обязаны всем помогать просто так вот за обязаны вот убить готов была у меня на работе одна такая один такой кадр который все были чем-то обязаны ну да ладно давайте на этом и серию закончим на праздничном дереве здесь мы остановимся следующую серию продолжим отсюда но кстати можно к танцмейстеру записаться пока мы к нему записываться не будем ну что давайте заканчивать с вами был h2 sin и мой лучник diagol это была игра the lord of the rings онлайн всем спасибо за просмотр и всем пока